По рекомендации учёного совета, пресс-служба Абхазского государственного университета организовала круглый стол на тему коронавируса. К участию были приглашены врачи, преподаватели и исследователи, которые занимаются медико-биологической наукой. Об особенностях строения вируса и истории его происхождения рассказала декан биолога географического факультета, кандидат биологических наук Марина Гогуа. Поначалу исследователи полагали, что это SARS-CoV-1, но секвенирование генома, которое очень быстро провели китайские учёные, уже 10 января геном был секвенирован и данные выложены в Генбанке, показало, что это новый коронавирус. Коронавирус, конечно, он родственный SARS-CoV-1, процент галмологии составляет 80%, но это новый коронавирус. И цепочка здесь прослеживающаяся следующая, то есть опять летучая мышь. И второе звено под вопросом у нас там, либо панголин, либо кошка, а затем человек. Почему под вопросом? Потому что рынок был довольно быстро ликвидирован, всё было дезинфицировано, сожжено. И ответить на этот вопрос, то есть доподлинно доказать, что это был именно панголин, либо кошка, мы не можем. Завкафедра экспериментальной биологии и медицины АГУ, член Национальной ассоциации России по тромбозу и гемостазу, кандидат биологических наук Лариса Ахуба, рассказала о механизмах развития коронавируса в организме человека. У большинства людей иммунитет самостоятельно справляется с коронавирусом. Эти люди болеют в лёгкой форме или бессимптомно. Опасность COVID-19 в том, что иногда иммунитет не выключается после выполнения своих функций, чем провоцирует цитокиновый шторм. Как большинство патологических функций иммунной системы под физиологией объяснить, почему так происходит, не может. Но есть определённые группы риска, у которых цитокиновый шторм развивается, и иммунная система запускает процесс уже не местной, определённо локальной, изолированной операции по уничтожению инфекции, а запускает воспаление по всему организму. И воспаление это мы видим во всех клетках и органах, к которым подходят у нас капилляры, мелкие кровеносные сосуды, и мы с вами понимаем, что это любой орган или любая ткань. Вторичная инфекция, зачастую бактериальная, это ещё одна опасная особенность коронавируса. В таких случаях в организме происходит сгущение крови, что вызывает тромбоз или полиорганную недостаточность. Организм пытается остановить распространение инфекции по всему организму, потому что он получает сигнал о том, что присоединилась бактериальная флора, и это распространение нужно остановить. Но опять-таки он идёт по патологическому пути. Он запускает свёртывание в мелких капиллярах, в мелких сосудах. И именно это может привести к полиорганной недостаточности. Основной причине летальных исходов помимо мелких сосудов свёртывание запускается и в крупных сосудах. Тромбы могут образовываться и в артериях, и в венах. Соответственно, мы видим летальные исходы вследствие тромбоэмболии лёгочной артерии. Мы видим те самые инфаркты, ишемические инсульты, которые связаны с активацией свёртывающей системы. Преподаватель кафедры экспериментальной биологии и медицины, врач-гипотолог, член Сухумского оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Аэлита Шакая рассказала, что температура до 39, которая держится не более трёх дней, а также головная боль, слабость и недомогание – это признаки лёгкой формы заболевания. В этих случаях главное не паниковать, не назначать себе самостоятельно анализы и лечение, а связаться с участковым терапевтом и обеспечить себе и членам семьи изоляцию. Также Аэлита Шакая описала симптомы, которые медики относят к тревожным, и о которых нужно обязательно сообщать участковому врачу. Тревожные симптомы – это подъём температуры выше 39, который не спускается при приёме жаропонижающих препаратов, и который держится более трёх-пяти дней. Это учащённое сердцебиение, то есть это тахикардия, если у вас пульс выше 120-130, у многих есть такие пациенты. Это сопутствующая патология со стороны сахарной диабеты, артериальной гипертонии, ожирения и так далее. Любые хронические заболевания. Ну и, конечно, это возраст аж 65, потому что это уже к этому возрасту, к сожалению, у всех есть коморбидные всякие состояния, то есть сочетанные заболевания хронические, которые могут утяжелять течение COVID-19. Это выраженная одышка и выраженная слабость. То есть люди настолько ослабевают, что им тяжело вставать. То есть, допустим, утром он спокойно встал, пошёл, сделал гимнастику, а к вечеру уже не может вставать в кровати. То есть это тоже является тревожным симптомом. Аэлита Шакая настоятельно просила граждан не принимать антибиотики без назначения врача. Так как это может только ухудшить течение болезни. Антибиотики при вирусной инфекции не работают. То есть они не показаны. Антибактериальные препараты действуют на бактерии. Бактерия – это не вирус, поэтому никакого эффекта на вирус она не оказывает. Антибактериальные препараты назначаются, но они назначаются не с целью лечить COVID-19, а с целью лечить уже осложнение, когда уже присоединяется бактериальная флора. Опять-таки, увидеть мы это можем только на снимке, либо рентген, либо КТ, и плюс дополнение нам будет служить анализ крови, который показывает повышение маркеров именно воспаления и присоединения бактериальной флоры. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, член Федерации лабораторной медицины, кандидат биологических наук Алиса Матуа, рассказала о различных методах диагностики коронавируса. Самый главный, признанный достоверным во всем мире метод полимеразной цепной реакции, или, иными словами, тест ПЦР, показывает разную точность в зависимости от биоматериала. Мазок из носоглотки, который берут в Абхазии, наиболее быстрый и удобный в плане забора, но не самый достоверный. В 20% случаев он бывает ложно-отрицательным. Если это бронхолиолярный лаваш, то мы получаем практически этот биологический материал, он будет иметь практически 100% достоверность. Если это макроб, так до 90% вероятности. Если это мазок с носа и ротоглотки в купе, он нам дает до 80% вероятности. Поэтому все мы должны понимать, что, применяя даже этот метод, которому мы относимся как к золотому стандарту, любой пациент может получить ложно-отрицательный результат. Не потому, что в лаборатории сделали что-то не так, а потому, что это не тот материал, который имеет 100% достоверность. Мировое медицинское сообщество высоко оценивает достоверность экспресс-тестов, сообщила Алиса Матуа. Они действуют по принципу выявления антигена и показывают большую чувствительность и точность. Пока что в широком доступе в Абхазии их нет. Остановлю ваше внимание на диагностике по выявлению антигена. Здесь мы используем также мазок, износы ротоглотки, чувствительность высокая, специфичность высокая. В принципе, на сегодняшний день в мире, естественно, имеет значение производитель, безусловно. А так, к этому методу экспресс-диагностики мы результат получаем от 8 до 15 минут, относятся уже с большим доверием. Тест на антитела, который показывает, был ли организм инфицирован коронавирусом, нужно делать строго спустя определенное количество времени после контакта с зараженным или после первых симптомов. Иначе он тоже может оказаться ложно-отрицательным. За три дня антитела просто не успеют наработаться. Это ложная информация. Поэтому, если мы возьмем после контакта с ковидным пациентом кровь на антитела, мы однозначно получим ложно-отрицательный результат. Поэтому ждем 7-10 дней, если не брали ПЦР. То есть пациент себя, в принципе, хорошо чувствует, ему просто интересно, он хочет понимать. В случае с ПЦРом, я скажу об этом позже, мы уже пошли по другому пути. Интересно пациенту, неинтересно, извините, это уже никого не волнует. Нужно делать тогда, когда нужно. А в случае с антителами, если ты выждал эти 7-10 дней, в случае с ИГМ это актуально, или 14-21 день, в случае с ИГДЖ. Теона Каландия, доцент физиологии человека, животных и химии, заведующая лабораторией экспериментальной гематологии, кандидат биологических наук, представила доклад о предпосылках и целях карантина. Карантинные мероприятия, в принципе, это единственное решение для уменьшения числа социальных контактов, для снижения скорости нарастания передачи вируса. Основная задача, еще раз повторю, карантинных мероприятий, это растянуть воздействие вируса на популяцию, чтобы не было одномоментного мощного удара, когда заболевают сотни и тысячи людей, поскольку известно, что скорость и глубина распространения меры респираторных инфекций зависят от социальных контактов. И в данном случае эта мера карантинная представляется единственно правильной. В формате онлайн на встрече присутствовал проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маланзи. Находясь дома на самоизоляции, он рассказал, как Абхазский госуниверситет организовал рабочий процесс в условиях пандемии. По итогам круглого стола будут сформированы дополнительные рекомендации и руководство АГУС скорректирует дальнейшую стратегию работы. Надежда Воровикова, ССР, АГУХА, Абаза-ТВ.